Всем привет! Такая простая и хорошая осенняя еда, но сегодня со свининой можно сделать из говянина, из баранины, рагу или соус, по-разному можно назвать. 800 граммов свиного окорока, ну, умеренная цена в глобусе, 390 рублей за килограмм. Ну, нежирное мясо, как вы видите. Режу не мелкими, средними кусочками, ну, кто-то скажет крупными, ну, как хотите, назовите. Масло ароматное осталось от вяленя помидоров, буквально пару дней назад вялил помидоры, ну, и вот это масло использую сегодня. Ну, и добавлю еще, потому что, как я уже сказал, мясо совершенно не жирное. Обжариваю его на максимальном нагреве. Ну, и периодически помешиваю, первый раз через 5 минут, ну, 4-5 минут, и обжариваться оно будет на минут 25. Подготовлю овощи, набор которых диктуется сезонностью. Ну, лук у нас всегда, тыква уже появилась, тыкву я, кстати, редко использую, может быть, даже впервые в таком блюде. Сезонные перчики, помидоры, сливка. Ну, я взвешивал тыкву, ну, граммов 400, видимо. Ну, тоже режу довольно крупно, ну, тут можно и мельче порезать, ну, позже положить, потому что кусочком меньшего размера в меньшее время для термообработки понадобится. Ну, довольно крупно режу практически все, и морковку тоже. А когда довольно крупно, отдельно берете кусочек, такой кусочек картошки, и каждый овощ сохраняет свой вкус, и в то же время придает свой вкус общему вкусу блюда. Беру пару картофелин, ну, такие нормальные картофелины, с мой кулак размером. Ну, а мясо жарится тем временем, и я его помешиваю. Ну, уж поверьте на слово. Ну, со второй картошкой так же поступаю. Сезонные перчики, ну, там два, три, может быть, даже четыре. Ну, тоже все просто, просто режу. Помидоры не крупные, ну, я их режу на четыре части. Пол чайной ложки кориандра растираю в ступе. Добавляю к мясу, которое уже, в принципе, обжарилось со всех сторон, но, конечно, еще не готово. Отправляю к мясу лук. По-прежнему максимальный нагрев. Чили использую обязательно, потому что чили дает хорошую тональность вкусовую. Практически любому супу, соусу, да и просто жареному мясу. Нарежу крупными кусками так, чтобы кто не хочет его в готовом блюде, может просто не есть. Чеснок 4-5 зубчиков. Не крупно. Ну, вот люблю этот момент, когда все приготовлено, почищено, нарезано, осталось только приготовить. Ну, готовка идет. Дальше, собственно, идет уже кулинария. До этого была подготовка овощей. Пошел чили, чеснок. Ну, это когда лук уже стал золотиться. Ну, через минуту-полторы после чеснока кладу помидоры. Готово, глян子. Ну, как дела. Готово. movimento щедрия. Но еще через 3-4 минуты укладываю все овощи, остальные овощи, не все, кроме сезонного перчика. По-прежнему максимальный нагрев. Все дело прогревается, я помешиваю. Ну и заливаю кипятком, ну в том количестве, на котором сочтете нужным, ну примерно по верхний уровень овощей. Ну будет более-менее густой соус, ну или соус средней густоты. Меньше нальете, получите более густой соответственно, а больше практически суп. Все варианты приемлемы. Ну все это дело закипает, накрываю крышкой, держу на слабом нагреве, ну минут 20, ну а минут через 20 проверяю, что там и как. Ну в принципе понятно, все потихоньку готовится. Самое время добавить сезонный перчик. Ну потому, что ему нужно минут 15-20 для готовки. Солю. Проверю мясо, кстати. Ну так, еще минут 20 будет в самый раз. Вкус хороший. Ну так и должно быть, что-то может быть, откуда там может взяться вкус плохой. Крышую. В смысле крыши я накрываю. Ну а минут через 15 открываю, проверяю, все хорошо и пахнет здорово. А вот тыкву можно было минут на 10 позже картошки положить. А то она, конечно, готовая, ну пожалуй даже слишком готовая. Ну ничего это не портит вкус. Досолил, добавил зелень, петрушку использовал. Остальную при подаче использую. Ну еще минуты две-три все выключаю. Да, смотрите конечные заставки. Там будет все что нужно. Ну собственно подаю. Как я уже сказал, это не обязательно слинина. Это может быть и говядина и баранина. Ну баранину готовить быстрее, а говядину дольше. Но вкусная, в любом варианте вкусная. Да, в принципе готовить просто, так что рекомендую. Всем приятного аппетита, пока. Субтитры сделал DimaTorzok